здравствуйте это первый выпуск рубрики разговоров на стуле разговоры на стуле будет пока рабочее название если что кстати все предложения в комментарии по названию данной рубрики она приходит на замену территории комфорта почему территории комфорта не получается осветить все темы которые хотелось бы до сегодняшняя тема подойдет под территорию но другие запланированные ну никак не связаны с комфортом и так поехать нет как-то поехали уже приелась здесь мы будем говорить погнали начнем а вот и заставка сегодняшней темой будут теплоносители с этой темой но я бы не сказал что я знаком на сто процентов пришлось изучить много материала и я так начнем с того что какие существуют два теплоносителя основных это вода и антифриз вода это лучший теплоноситель я думал до некого момента но этот лучший теплоноситель замерзает в каких-то аварийных ситуациях когда долгое время находится без присмотра или когда не требуется постоянного нагрева помещения в отсутствии пользователей ну к примеру бани дачи когда люди не хотят расходовать газ в свое отсутствие в этих случаях применяется антифриз антифризы чем их плюс температура замерзания от минус 16 до минус 30 градусов а иногда и минус 60 так называемые концентраты производители не всегда рекомендуют а точнее не рекомендуют заливать антифризы системы в свое оборудование или как или рекомендуют определенных производителей но в большинстве случаев это партнерские соглашения давайте не будем задействовать никаких производителей не будем называть бренды антифризы существуют на основе этиленгликоля и пропиленгликоля этиленгликоль это сильнейший я пропиленгликоль это пищевая добавка если по-простому в одноконтурный котел можно заливать любой антифриз точнее как правильно сказать в систему с одноконтурным котлом потому что нас мало волнует что происходит системе отопления она замкнутая закрыта двухконтурный котел система с двухконтурным котлом можно заливать антифриз только на основе пропиленгликоля ввиду того что существует вероятность попадания антифриза в нашу санитарную воду хотя это тоже вопрос спорный потому что давление в системе отопления практически всегда ниже чем давление в системе водоснабжения и поэтому вероятность попадания антифриза очень очень мало некоторые говорят что антифризы предотвращают коррозию систем отопления и они очень сильно ошибаются антифризы очень сильно влияют на систему отопления они очень коррозионно активны для предотвращения коррозии используются специальные присадки ну и теперь подробнее о них традиционные добавки считаются устаревшими но все еще используется таковым относятся неорганические добавки фосфаты бараты нейтрины амины силикаты мне удалось это запомнить значит цена на теплоносители с традиционными добавками значительно ниже на европейском рынке они практически не используются но на российском антифризы с этими присадками и все еще активно выпускаются традиционные добавки имеют побочные эффекты они снижают эффективность работы теплоносителя так силикаты выделяют гель и абразив которые загрязняют оборудование и затрудняет нормальное функционирование системы фосфаты образуют осадок когда незамерзающая жидкость разбавляется водой когда необходимо понижение температуры замерзания для нейтринов характерно быстрое окисление вещество переходит в неактивную форму и оседает при высокой концентрации солей начинается коррозия алюминия контакт аминов и нейтринов приводит к образованию канцерогенных соединений осадок традиционных присадок ухудшает вязкость жидкости наслаивается на стенке труб и ухудшает их пропускную способность чаще требуется замена теплоносителя и очистка оборудования веществами для промывки систем отопления присадки в антифризе разрушаются при температуре свыше 105 градусов в целом срок службы антифризов с традиционными добавками около двух трех лет карбоксилатные органические добавки называются присадками нового поколения и считаются элитными состоят из карбоксилатов солей карбоновых кислот дополнительно в их состав еще входят противопенные добавки и красители карбоксилатные добавки эффективны против коррозии традиционные присадки предотвращают взаимодействие трубы и воды путем образования тонкой пленки на металле карбоксилаты действуют иначе пленка формируется только когда появляется очаг ржавчины и только на пораженном участке действует так называемая адресная защита избирательная что экономит расход вещества карбоксилаты безопасны и устойчивы к сильному нагреванию консистенцию раствора не меняют элементы системы не забивают срок эксплуатации антифриза с данными присадками от 5 до 10 лет гибридная технология производства присадок сочетает себе использование органических и неорганических соединений используется сочетание карбоксилатов и фосфатов с баратами и силикатами показатели у гибридных растворов выше чем у антифризов с традиционными присадками но до элитных все же еще не дотягивают еще не забываем про очень высокую текучесть антифризов система должна быть очень герметичной если вы в своей системе очень уверены все равно еще раз проверьте антифриз потечет там где не потекла вода еще хотелось бы сказать о цвете антифриз имеет множество цветов и это всего лишь краситель и он не имеет никакого значения коэффициент расширения выше чем у воды при этом объем расширительного бака нужно подбирать более тщательно при нагреве до 90 градусов вода расширяется приблизительно на 4 процента а если точнее 36 процента при этом при том же нагреве антифриз расширяется где-то на 6 процентов это кстати тоже приблизительное значение исходя из этого для антифриза нужен бак большего объема этот вопрос можно разобрать более подробно если вам это интересно вот в комментарии следующее можно ли смешивать антифриза можно даже этиленгликоль с пропиленгликолем все это спирты ничего страшного здесь не может произойти а вот при смешении присадок нужно быть поаккуратнее это все может привести как к улучшению так и навредить вашей системе это может привести к пена и хлопья образованию что очень сильно навредит системе отопления а теперь вернемся к самому лучшему теплоносителю воде здесь тоже не все так просто в системах отопления рекомендуется применять подготовленную они водопроводную воду в которой тоже очень много примесей которые негативно влияют на систему отопления что же такое подготовленная вода для системы это вода которая очищена от механических примесей а также от тяжелых металлов и солей ну и коротко самый простой метод подготовки воды это ее фильтрация и термическая обработка ну и на этом все лично для меня эта тема была сложной я надеюсь что для вас она была полезной если я что-то не сказал о чем-то забыл где-то ошибся излагайте в комментариях не забываем что голосование на тему выборы котла года все еще не закончилось и происходит в нашей группе вконтакте а также про вот это не забываем ну и на этом все до новых встреч в новых роликах в следующих роликах